Девушки отдыхают Заходим на сайт fotogorat.ru, где есть все для организации студии. Если вы начинающий видеоблогер, то этот магазин вам ой как пригодится. Мне нужно приобрести фон. Находим нужный раздел и вуаля. Чего тут только нет. Тканые, нетканные, пластиковые, бумажные. И большинство из них имеют вид рулона на картонной трубе. Его нужно на что-то крепить, поэтому сначала выбираем крепежи. Их тут тоже куча. Из всего многообразия мне понадобится вот такой скромненький держатель для двух подъемников фона. Потому что фона у нас будет тоже два. Еще понадобится вот такая штуковина, которая называется естественно подъемник фона. Кладем в корзину две штуки. Ну а теперь самое важное. Выбор фона. Перелопатив интернет, я пришел к выводу, что для моих нужд мне подойдет бумажный. Здесь их тоже хоть завались, поэтому рекомендую сначала указать размер и цвет, который вы хотите. Конкретно я буду брать белый и зеленый. Если вы запутались в выборе, вы можете написать им на сайт, позвонить. Вам обязательно помогут. Например, я с такими фонами сталкиваюсь вообще впервые в жизни. Поэтому естественно доверился специалистам. И вот пришел тот день, когда к нам в студию привезли вот такие коробки. Два фона и два подъемника. Представьте, плотная бумага шириной 2 метра 70 сантиметров и в длину 11 метров. Комплект подъемника состоит из зажимов под рулон с двух сторон, пластмассовая полоса прокрутки, грузик и гарантийный талон. Как же работает эта система, спросите вы? Все гениально и просто. Зажимы вставляются в трубу и за счет нехитрого устройства происходит увеличение диаметра самого зажима. В конце концов его распирают до такой степени, что рулон вращается только вместе с зажимом. С другой стороны рулона делаем все то же самое. И остался сущий пустяк. Просверлить 4 отверстия и закрепить всю конструкцию на стене. Устанавливать рулон я рекомендую вдвоем. Один вы вряд ли справитесь. И еще. Перед использованием обязательно прочтите инструкцию, друзья. Обязательно! Знающие люди уже догадываются, что у нас произошло. А если вы не догадались, то можете почитать комментарии. В любом случае правильный ответ будет именно там. Как вы поняли, мы инструкцию не читали. И вот вы видите результат нашей работы. Белый, белоснежный фон. А не то, что какие-то яблочки. Слышите? Если он сейчас не белоснежный, друзья, это все косяк наших вот этих вот рук. Потому что нужно еще учиться ставить освещение. Мы это будем делать. Еще есть у нас вот такой хромакей. И для чего вообще предназначен хромакей? Объясняю популярно. Вы какие-нибудь фильмы смотрели хорошие? Хорошие такие, современные. Вот большинство задних фонов, они же не просто нарисованы на компьютере. Они снимались как раз таки с хромакеем. Он бывает синий, бывает зеленый. Вообще теоретически какой угодно цвет можно убрать с заднего фона. Лишь бы его не было на мне. Поэтому, если мы будем записывать в студии, то вот камуфляж-то я уже как раз таки вряд ли надену. Ребята, я думаю, что каждому будет интересно посмотреть, что творится в нашей студии. Как мы ее создавали, что покупали, что на данный момент есть. Я об этом расскажу прямо сейчас. Друзья, проходите в нашу студию, которую мы только что создали в комнате 18 квадратных метров, в которой пришлось немножечко сделать ремонт. Первое, что мы видим, это зеленый фон. У нас их два. Как вы знаете, это белый и зеленый. Огромный кусок бумаги! Вы не представляете, насколько он большой. 2,70 в ширину и 11 метров в длину. Ребят, больше бумаги я в своей жизни вообще в руках не держал и даже не видел. Второе, что кидается в глаза, это вот такой стол. Спросите, где его купить. А вы его нигде не купите, друзья, потому что мы его сделали сами. Своими вот этими вот руками. Сами вот все это вбивали, вкручивали и так далее. Вот эта штуковина, да, знаете, что такое, да, наверное? Эта штука из поролона нужна для того, чтобы не было в комнате эхо, которую сейчас, возможно, вы немного слышите. Мы еще думаем над этим. Дальше. Осветительные приборы. Два здоровенных софтбокса, которые светят мне прямо на лицо. И не только мне. Два небольших прожектора Эра. Дешманские дешевые прожектора, которые освещают задний фон, чтобы он был равномерным. Есть два замечательных шкафчика, которые нам очень помогают. Здесь различный реквизит. На верхней полке рация. Это весьма важная вещь. Вот это что такое, вообще не скажу. Вообще, это секретная вещь. Что дальше, вообще не расскажу. Вот, могу только это показать, что оператор иногда играет на губной гармошке. Хотя он не умеет, но да ладно. Так вот, выделил отдельную полочку для своего оператора, потому что он увлекается рыбалкой. И это имеет место быть. Остальные полки все мои. Здесь сухие пайки. Вот это у нас следопыт. Я надеюсь, вы узнали этот аппарат. А дальше все для шашлыка. И там не очень интересно. Лучше туда вообще не смотреть. Здесь у нас гораздо все скромнее. Первое, что бросается в глаза, это старый советский объектив. На котором мы сняли очень много обзоров, между прочим. Поварбанк, на тот случай, если у нас закончится электричество. Шапка-ушанка, которую вы уже видели сегодня. Здесь хранится наш старый фотоаппарат. Здесь лежит дорогущая вещь. Знаете, какая? Называется стабилизатор для GoPro. Ну, а ниже две гитары. Одна со струнами, другая без струн. Потому что струны я забрал. Но самое главное на студии, это, конечно же, фотоаппарат. На Sony сейчас снимает оператор. А вот до этого у нас был Panasonic. И сейчас он установлен, вы видите, вот в такую клетку. Которую мы купили, на самом деле, для Sony. Зачем она нужна, уважаемые подписчики? Для... Все просто. Устанавливать всякое оборудование. Монитор, звук. Чтобы камера не страдала. Чтобы страдала вот эта конструкция. И всю нагрузку брала на себя. Рядом с камерой находится огромный телевизор Samsung. Который служит нам исключительно монитором оператора. Подсоединяется в камеру напрямую через HDMI кабель. Ну а здесь рабочее место для того человека, который будет все это дело монтажить. На самом деле, монтаж роликов это достаточно сложный, творческий и при этом геморройный процесс. И для этого все здесь есть. Звук. Это студийный микрофон с выносной аудиокартой. Моноблок, мышь, клавиатура и, конечно же, муравьи, которые так помогают в моем творчестве. Ребят, вы не представляете. Вот они, видите, там ползают. Ползают твари. А за окном, друзья, посмотрите, какой пейзаж. Вот именно в том лесу, там. Вот в том лесу, его, я надеюсь, видно. Мы записывали большинство своих видеороликов про ИРП и не только. Очень красиво. Ребята, я надеюсь, это видео вам было полезным, потому что очень многие люди сейчас поломились просто на YouTube. И у них наверняка есть ряд вопросов, в том числе и по организации студии. Я не хочу сказать, что я какой-то профессионал в этой сфере и я все знаю. Нет, далеко не так. Это любительская студия самого начального уровня, самая дюшманская, самая дешевая. Здесь еще предстоит много работы. Звукоизоляция, работа со светом. Очень всего много придется изучить. Поэтому, если меня сейчас смотрят действительно профессионалы и гуру в этой теме, строго не судите. Лучше дайте совет в комментариях. Хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам, которые меня поддержали и собрали определенную сумму денег вот на эту студию, на ее организацию, на ремонт этой комнаты. А также хочу поблагодарить интернет-магазин Фотограф, который предоставил мне вот такие замечательные фоны. И на этом пока что все. Не забывайте про пальцы вверх, про комментарии. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого наилучшего. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok